Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в октагоне. Об этом чемпион UFC заявил накануне на встрече с молодежью Дербентом. Известный дагестанский боец ответил и на ряд других актуальных вопросов. Там же Миксфайтер стал лауреатом госнаграды «Достояние Дербента» и осмотрел на стену граффити с изображением себя и отца. Тему продолжит Курман Рагимов. Первым делом Хабиб Нурмагомедов оценил граффити на стене одного из многоэтажных домов. Десятиметровый рисунок изображает чемпиона UFC и его покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова. Боец признался, что увидел необычное граффити в соцсетях и был очень тронут. Настолько, что не удержался и приехал в древний город. В целом это у нас стрит-арт-фестиваль, который уже второй год проходит. В этом году мы сделали пять изображений на фасадах в разных техниках. В 3D, в этнике, именно с дагестанской тематикой такой этнической. И завершили вот такой вот работой. На встрече с молодежью госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров назвал этот день ярким для всего города и вручил чемпиону высшую награду – достояние Дербента. АПЛОДИСМЕНТЫ На сегодняшний день Хабиб один из таких, который действительно весь мир его знает. И каждый второй, наверное, дагестанец, даже каждый первый дагестанец только говорит «Хабиб, Хабиб, Хабиб». Уже маленькие дети, еще не умеют ходить, а друг друга делают удушающие. Это до того, что, смотрите, Хабиб, тебе спасибо, что поднял Дагестан до таких высот. Спасибо, что есть. И мы очень рады. Я очень хорошо знал отца Абду Манапа, у научного региона. И всегда есть спортсмен, а есть спортсмен, который грамотно говорит, грамотно высказывает свои мысли. Далее встреча прошла в формате беседы. Участники задавали Хабибу Нурмагмедову самые актуальные вопросы. Добрая половина болельщиков убеждена, что чемпион UFC обязательно вернется в октагон. Однако сам спортсмен решительно заявляет, что больше не связывает свою жизнь с выступлениями в ММА. Они всегда будут хотеть, чтобы я дрался, потому что, вы же понимаете, это большие деньги, большие просмотры, ажиотаж людей, интерес. Там, где интерес, там есть деньги. Так что я думаю, что эти разговоры всегда будут, они будут меня преследовать. Но раньше у меня как было, бой сделал сразу на следующий день, когда у тебя следующий бой. Люди всегда хотят продолжения сериала или продолжения банкета, как говорится. У меня нет плана. У меня нет плана драться. После такого ответа возник вопрос, какому делу лучший боец мира вне зависимости от весовой категории посвятить себя теперь. Вопреки слухам, Нурмагмедов заверил, что не собирается в большую политику. Сейчас он планирует сосредоточиться на образовании и сельском хозяйстве. Я только завершил карьеру, и как бы голова тоже загружена, во-первых. Во-вторых, если человек идет на такую должность, у него должна быть как минимум политический опыт. Во-вторых, в-третьих, у него должно быть как минимум образование. Потому что вот эти моменты, они как-то не соответствуют. Да, там Хабиб умеет драться, но мы же не знаем, какой Хабиб там в политике. Я, например, купил баранов, да, занимаюсь сельским хозяйством. Хотел бы, чтобы бараны сделали мне маленьких, так скажем. Да, и в этом направлении что-то развиться. У меня есть бычки, на откорме, так скажем, есть коровы, есть парники. В сельском хозяйстве, так скажем, там, где я родился, вырос, я там занимаюсь. Не сказать, что на мировом уровне, да, но все может быть. Болельщики интересовались секретами успеха и получали ценные советы. Хабиб рассказал о своем детстве и трудностях, с которыми сталкивался на пути к успеху. Если вы хотите стать лучше, не обязательно, это должен быть спорт. Сейчас люди могут учиться, получать образование. Что вам важнее? Вам важно, чтобы вы сидели в телефоне, в день, например, да, 4-5 часов. Или это время вы можете уделить там учебе, тренировкам или там посвящению родственникам и так далее. Много таких моментов бывает, когда вы можете пользой провести время. Так что мой совет – цените время, то, что у вас есть. И я думаю, что вы можете прийти к успеху. В администрации Дербента тепло приняли чемпиона. Однако увидеть Хабиба вживую сегодня желает гораздо больше людей. После пандемии руководство города планирует устроить встречу со спортсменом на стадионе. Вы еще не читаете, я просто рекомендую вас обжать. Браво! 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 Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дербент.